Миша, многое уже сказано, многое записано, как вы увидите, записанное на фильме, очень многое высказывание людей, которые близко общались с ним. Я бы хотел подойти личности моего другого друга Миши, не как со вспоминаниями о том, какой он был человеком. Для меня Миша был просто Мишка, он был друг. Вы знаете, самое интересное то, что, и самое больное, что мы сидим здесь, и многие из нас потеряли ровесник. Раньше мы ходили и собирались на живо наших бабушек, наших дедов, наших родителей. И сегодня мы собрались на поминках нашего близкого друга, ровесника. И каждый начинает задумываться. Вот и пришел, приходит время, когда нам надо явиться с действительностью, что жизнь не вечно. Мы забываем очень много. Мой отец спокойно говорил мне, дорогой Давид, дорогой сын, живи так, как будто нет конца жизни. Живи и наслаждайся жизнью. Но всегда помни, что любой день может быть твоим последним. Вы знаете, я бы хотел посмотреть на жизнь Миши, на жизнь наших бухарских евреев через призму жизни, дорогого Миши. Миши родился в послевоенный период, когда его отец, прошедший войну, приехал, и после двух дочерей у него родились сначала Рапи, потом Миша, потом Аль, потом Виша, потом Жорь. Миша был уникальным среди всеми. Тем, что он был человеком, который имел, как говорят по-английски, жизнь. После того, как он женился, уже имел двух детей, он видел, что продолжать жизнь в Советском Союзе невозможно. Он восстал, он встал. Не так, как большинство фамилии Абрамовых, которые очень близко держатся своими семьями. Он встал, взял свою семью, и как Абрам Алину ушел на землю, где он видел... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова